Привет, с вами Рикард и сегодняшний выпуск Пасхалок и теории фактов посвящен Фокси. Ну что ж, давайте начнем. Первый факт. Фокси единственный аниматроник, чьё движение можно увидеть на камере. Камера 2А. Второй факт. Фокси активен только со второй ночи. Но если не прикасаться к монитору минуту 20 секунд во время первой ночи, то Фокси убьет вас. Третий факт. У него самый короткий путь. Пиратская бухта, восточный коридор, комната охранника. Четвертый факт. Также говорят, что один из пропавших детей находится именно в нем. Доказательство этому то, что крик маскота это искаженный детский крик, как и у других аниматроников из первой части. Во второй части у аниматроников другой крик. Пятый факт. Первый аниматроник из первой части второй, Голден Фредди, который при скримере не накидывается на игрока. Шестой факт. Также он, как и у Голден Фредди, единственные маскоты, у которых при скримере видно кнопки «Лайт» и «До». Седьмой факт. Есть предположение, что именно он совершил укус 87, так как у него острее всех зубы и свисает нижняя челюсть. Восьмой факт. У пиратской бухты есть табличка «Простите» выведена из строя, но «Простите» написано по-другому. Есть предположение, что он сам написал «Простите». Когда Фокси бежит к офису, табличка с вероятностью 15-20% сменится на «Ицми», что значит «Это я». Так, если соединить то, что он приписал и смену таблички, получится «Сори» и «Цми», что значит «Простите», «Это я», что является доказательством, что именно он совершил укус 87. Девятый факт. Иногда слышно, как Фокси поет в пиратской пухте. Десятый факт. В отличие от Фредди, Бонни и Чики имеют версию той и другого пола. Фредди, той Фредди, Бонни, той Бонни – мужчины. Чика и той Чика – женщины. А Фокси и Мангл – мужчина и женщина. Ну на этом все, дорогие друзья. С вами был Рикард. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. С вами пальцы вверх. А с вами был Рикард. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok